Тема доклада «Зачем нужно изучать снежного человека?» Дело в том, что в настоящее время, конечно, как будто бы нет времени, нет места в условиях сложнейшей ситуации заниматься какими-то загадками. И мне многие зоологи говорят, что вопрос, собственно, стоит в том, нужно или не нужно включать еще одну страницу в международную красную книгу. Ну, я сразу замечу, что красная книга – важный документ, однако никакой серьезной теории под красную книгу пока что не разработана. Но я позволю себе сделать такое заявление, пытаюсь вам доказать, что проблема снежного человека – это одна из важнейших проблем нашего времени. И дело может быть тут не только в снежном человеке. Я начинал свою научную карьеру как биолог, дрозофилист, генетик. Как известно, у генетиков любимый объект – это дрозофила, которая сама по себе не имеет большого экологического значения, но является тем ключиком, с помощью которых мы открываем загадки, связанные с наследственностью, с изменчивостью. Точно так же и снежный человек – это, может быть, полувиртуальный объект, потому что мы не имеем его в полном виде. Однако, изучая его даже по косвенным свидетельствам, пытаясь вогнать в научную схему вот те отрывочные данные, которые о нем есть, мы можем приблизиться к пониманию очень серьезных вопросов устройства мироздания, эволюции человека, и в конечном итоге выйти даже на, казалось бы, очень далекие проблемы мировой политики, мировой экономики, и даже на проблему коронавируса, хотя связь кажется отдаленной, тем не менее, она, вообще-то говоря, есть. То есть снежный человек – это некий модельный объект, который помогает нам понять себя, понять окружающий мир. Ну, то, что снежный человек, безусловно, существует, это, пожалуй, сейчас доказывать не нужно. Объект – это вполне реальный. И хотя мы не имеем какого-то, ну, конкретной особи в зоопарке, музее и даже значительных костных остатков, но, тем не менее, он входит в число наиболее изученных видов. Конечно, не в такой степени, как дрозофила, самый изученный вид дрозофила, ну, если не считать вируса, самый изученный, вообще-то, на земле организм – это вирус в силу своей простоты. Но, тем не менее, я позволю себе заметить, что снежный человек входит в число достаточно хорошо изученных объектов, и некоторые, безусловно, признанные биологические виды имеют меньше информации, необходимой для их признания. Ну, например, раскопаемые виды иногда описываются по очень проблематичным костям. На сегодняшний день мы имеем 8 групп фактов, которые свидетельствуют о реальности этого объекта. Ну, первое – это свидетельства, потом следы биоповреждений, фотокиноматериалы, фекалии, части тела, записи звуков и элементы материальной культуры. В отношении свидетельств я скажу сразу, что, конечно, мы, ну, вот я, мои коллеги, часто выезжаем, собираем материал, ну, вот недалее, как в сентябре мы ездили в серьезную, хорошо оснащенную экспедицию с помощью моих московских друзей в КОМе и нашли там безусловные подтверждения того, что он там существует, в том числе и на основании свидетельств. Меня часто говорят, что можно ли считать свидетельство серьезным материалом, вот можете ли вы верить выдумкам малограмотных людей, и часто приходится выслушивать одну и ту же сентенцию – по пьянке, мол, еще не то привидится. Ну, я скажу сразу, что, во-первых, малограмотным людям я доверяю больше, чем людям высокообразованным, хотя бы в силу того, что у них меньше подсказок в голове, ну, что касается алкогольного бреда, он великолепно изучен наркологами и, как правило, ничего интересного в себе не содержит. Нет, свидетельствам доверять можно, и есть специальные разделы науки, которые серьезно занимаются свидетельствами, это теория свидетельских показаний, это фольклористика, которая основана на том, что у человека фантазия ограничена. Даже люди, которым по долгу службы положено иметь буйную фантазию, скажем, писатели-фантасты, безбожно сдирают сюжеты друг у друга. Человеку можно в известной степени доверять, человек не может придумать то, чего вообще нет. Он может что-то преувеличить, известно, каким способом он преувеличивает, может что-то преуменьшить, может собрать реальные элементы действительности в нереальных сочетаниях, но придумать то, чего вообще в природе нет, человек не в состоянии. Поэтому свидетельствами можно вполне серьезно работать и сопоставлять их с другими материалами, которые мы имеем в отношении этого объекта. Ну, вторая группа материалов – это следы, с которыми можно очень серьезно, очень достоверно работать. Я неоднократно шел по следам этого объекта и знаю, что они, будучи хорошо изучены, вполне подчиняются законам современной науки. Дело в том, что существует биомеханика, существует трекология, науки, которые специально изучают следам, и в современной биологии наука имеющая серьезный аппарат, который позволяет работать, в том числе, и с этим материалом. Ну вот слева здесь фотография, которую мы сделали в Азахской пещере во время экспедиции в Горную Шорию. Справа фотографию, которую сделал мой друг в Акуловском районе Новгородской области, с вами не далеко от нас. Причем, что интересно, что на этих следах видны те же аномалии, которые имеют место и у разумного человека, что подтверждает закон Вавилова, который говорит о том, что близкие виды характеризуются повторяющим набором признаков, но то, что норма одного, как патология, может выступать у другого. Это плоскостопные следы, это, что вполне естественно, существовало, имеют большую массу, чем человек разумный. Это следы, которые имеют, ну, несколько заостренную пятку, и аномалии тоже там встречаются. Ну вот, в частности, имеется несколько фотографий. Вот эта фотография, которая справа, на ней изображен шестипалый след. Ну, дело в том, что шестипалость – это аномалия, которая называется полидоктилия. Она присутствует у человека разумного с частотой 1 на 180 тысяч. Согласно законам популяционной генетики, в малых популяциях аномалии встречаются чаще, чем в больших популяциях. То есть здесь все вполне подтверждает и закономерности генетики, закономерности биофизики. Так что этот материал вполне реальный. Ну, наряду с полидоктилией имеет место и такая аномалия, как синдоктилия, которая тоже встречается у человека. И когда вот я связался с моими коллегами из Соединенных Штатов и других стран, оказалось, что в собраниях имеются и следы синдоктилией. То есть это вполне достоверный материал, и он подтверждается другими косвенными наблюдениями. Я никогда не верю одному факту, но когда имеются и свидетельские показания, и следы, и другое, то с ними можно реально работать. Ну, далее имеются биологические повреждения, которые сделало это существо. Ну, например, царапины на деревьях, где он выковыривал личинки жуков-караедов, которыми вообще любят лакомиться приматы, которые являются высококалорийными. Следы зубов на коре деревьев. Ну, приведу вот один факт. Я как-то принес пиленное дерево, на котором были следы зубов. Это в Ленинградской области сделано. Лабораторию приматологии и сутофизиологии. И мне обратили внимание, не я увидел, а специалисты приматологии и сутофизиологии, что есть отпечаток клыков на этом дереве. Причем расстояние между отпечатками было, думаю, померили, примерно в 2,3 раза шире, чем у человека разумного. О чем это свидетельствует? Я сначала не мог понять, о чем. Приматологи мне сказали, ну, хорошо, давайте считать. У приматов, у обезьян, шимпанзе, горилла, размеры челюстного аппарата в полтора раза больше, чем у человека того же размера. Если считать, что снежный человек в полтора раза выше человека разумного, ну, значит, как раз у него размеры челюсти должны быть в 2,3 раза больше, чем у человека разумного. То есть все вполне вписывается в законы биологии, в законы биологической физики. Ну, еще группа материала большая – это волосы объекта, ну, скажем так, более широко части тела этого существа. Какой-то, ну, цельной части, которая была бы однозначно идентифицирована в собраниях, вроде бы как и нет. Но, тем не менее, кое-что имеется. И во многих музеях мира имеются разделы неидентифицированные части, неидентифицированные находки, среди которых я не исключаю, что есть куски снежного человека. Ну, например, когда я смотрел фонды музея человека при Пражском университете в неидентифицированных находках, я увидел кости ног существа, похожего на человека и на гориллу одновременно, которая 300 лет назад обитала в Моражской горах. Вполне возможно, что речь идет о нашем объекте. В музее антропологии в Ленинграде еще долгое время хранился зуб, который, возможно, принадлежал этому объекту, но потом его потеряли почему-то. Ну, наиболее серьезный материал связан с волосами этого объекта. Ну, имеется довольно много проб волос. Это из Горной Шории, Ленинградская область, Урал. Ну, вот человек разумный для сравнения. Они достаточно хорошо изучены на уровне молекулярного микроскопа. Ну, здесь выводы, можно сказать, неоднозначные. В конце прошлого тысячелетия московская биохимик Синельникова привела серьезные исследования по изучению белков соединитной ткани в волосах этого объекта и показала, что спектр белков, полученный методом электрофореза, занимает промежуточное положение между спектром белков человека и высших обезьян. Ну, что, собственно, и можно было бы ожидать. Наиболее серьезный вывод можно было бы, конечно, сделать и в отношении дозоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Ну, тут, может быть, не очень четко видно. Но это заключение по дозоксирибонуклеиновой кислоте, которое было сделано в отношении волос, найденных в Горной Шории в лаборатории молекулярной биосистематики Зоологического института Академии наук в Санкт-Петербурге. Ну, вывод, собственно, был неоднозначный, что ДНК не отличается на уровне возможности разрешающей способности приборов от ДНК человека разумного. Ну, здесь, возможно, два вывода. Первое, что все-таки материал был не очень чистый, попали и наши клетки. Второй вывод, что все-таки не хватает материала. Волосы-то были без волосных сумок. Но я позволю себе напомнить, что по последовательности ядерной ДНК шимпанзе отличается от человека на полтора процента. Мышь на пять процентов. Это уже очень много, потому что у всех млекопитающих базовый набор генов, в общем-то, один одинаковый, то же самое. Но вот эти один-два процента, они уже включают те механизмы развития, которые приводят к тому, что в одном случае рождается шимпанзе, в другом говорил, а в третьем человек разумный. Так что вполне возможно, что это его реальная ДНК. Американские исследователи, в частности Мэльба Кетчум, Кетчум получила более серьезный материал, но она сделала вывод, что все-таки это человек, но гибрид с каким-то еще существом. Насколько достоверны американские данные, я не знаю. Но вот по нашим данным, ну, к сожалению, мы не можем сделать окончательного вывода. И, к еще большему сожалению, эти работы подчас становились объектами спекуляции и каких-то не очень уместных разборок. Помню, как мне позвонили из «Комсомольской правды», спросили, ну, что вот мы получили в лабораторию зоологического института. Я вот сказал, все как есть, что достоверных отличий не было. После чего комсомолка печатает статью о том, что профессор Сапунов сделал официальное заявление, что анализ ДНК однозначно подтвердил существование снежного человека. Ну, во-первых, я не официальное лицо, я не могу делать официальных заявлений. Я не директор института, только от своего имени. Потом это все было искажено. После этого в газетах появилось сообщение, что я подделал материал, что я на самом деле взял волосы медведя, пойманного в Великобритании. Ну, в общем, дальше уже пошла такая дурацкая разборка, что стало просто даже не очень приятно, непонятно, зачем устраивать склоку, так сказать, похитчат на пустом месте. После чего директор зоологического института заявил, что он запрещает мне являться в зоологический институт. Ну, это такие вот мелкие неприятности, с которыми связана эта работа. Ну, наряду вот с этим материалом имеется и ряд других свидетельств. Ну, в частности, имеется некоторое количество фотокиноматериала достоверным. Все-таки по-прежнему остается та пленка, которая снята в 67-м году в горах Калифорнии, исследователь Роджер Паттерсон, 67-й год, то есть время, когда еще не было компьютерной графики. Это один из самых изученных фильмов на Земле, и можно считать на 100%, что там достоверно зафиксировано движение именно этого существа. Ну, имеется еще несколько коротких роликов. Некоторые из них, мне кажется, все-таки достоверно фиксируют это существо. Ну, что касается фотографий, тут, конечно, подделать можно все, что угодно. То есть здесь материал есть, но он ограничен. Ну, теперь, значит, имеется и ряд других. Ну, еще можно добавить, что имеется фекалия этого существа, такой не очень аппетитный, но материал вполне доступный для научного исследования. Санитарно-генический институт в Санкт-Петербурге изучал пробы, найденные в Ленинградской области. Ну, это, в общем, по-видимому, опять же, материал, подтверждающий, что это существо, подтверждающий рассказы свидетелей о том, чем он питается. То есть, опять же, и с этим можно работать. Ну, среди материалов, полученных в последнее время, можно также упомянуть некоторые элементы материальной культуры, которые, возможно, связаны с этим существом. У него нет материальной культуры в нашем понимании. Но есть некоторые элементы, подобие гнезд, ну, очень отдаленное подобие вигвама, который мы зафиксировали в горной шоре. Ну, или, скажем, вот в горной шоре такая ситуация. Ну, кто мог изогнуть достаточно толстую ветку и засунуть одну под другую? То есть, по-видимому, все-таки какие-то элементы материальной культуры есть у него, с ним можно работать. Ну, еще, кстати, имеется довольно большое количество записей голосов, которые, возможно, принадлежат снежному человеку. Так что материала вполне достаточно того, чтобы признать реальный биологический вид. И, тем не менее, что-то нас постоянно гложет, что проходят годы, выходят экспедиции. Ну, вот последнее, скажем, очень хорошо было оснащено то, что мы в горную шоре ездили. У нас было и аппаратура ночного видения, и оружие было, и, так сказать, и был дрон, с помощью которого выслеживали это существо. Нашли, безусловные подтверждения, что оно там есть, но убедить мировую общественность достоверной съемкой или хотя бы частью тела, опять же, мы не смогли. То есть, по-прежнему что-то такое гложет, что экспедиции выходят, проблема существует, последнюю точку поставить не удается. И здесь вот мне представляется, что нужно, конечно, переходить на те возможности, которые сейчас у нас есть, когда нет возможности регулярно выезжать в экспедиции. Но современная биология – это очень серьезная разработанная наука, которая имеет серьезный аппарат, и с помощью этого аппарата можно пытаться в какой-то степени понять сущность этого объекта. И тут нужно подключать, мне представляется, подходы, выработанные в других науках. Ну, позволю себе напомнить еще одно имя, которое всем хорошо известно – Николай Александрович Козырев. Человек, на первый взгляд, далекий от биологии. Тем не менее, вот я вообще рад, что много о нем говорилось и сегодня, и вчера. Вот его идеи оказались чрезвычайно плодотворными. Кстати, он сам встречался со снежным человеком и рассказывал об этом. Это большое впечатление на него произвело. Это было, когда, так сказать, он, будучи ссыльным, отбывал остатки срока в Сибирской тайге. Ну, и очень существенно то, что он разработал теорию, которая, может быть, на первый взгляд и, так сказать, не совсем связана с этой проблемой, но которая, может быть, очень и очень плодотворной. В настоящее время, ну, я считаю, что могут быть разные подходы к сущности этого объекта. И вот один из них в какой-то степени основан на идеях Николая Александровича Козырева, с которым мне посчастливилось быть очень тесто знакомым. Мы дружили семьями на протяжении нескольких десятилетий. Именно Николай Александрович Козырев, когда его приговорили к смертной казни, стоя на пороге конца своей жизни, ну, как у него открылось какое-то дополнительное зрение, и он разработал теорию, начал разрабатывать теорию времени. Ну, это факт, конечно, печальный, что выдающиеся ученые оказываются в таком положении. Вот факт, который, конечно, нельзя просить предыдущей власти, когда вот я внизу видел портреты Сталина, которые продаются, немножко меня, так сказать, шокировало, потому что все-таки миллионы выдающихся людей были либо репрессированы, либо физически уничтожены. Козыреву повезло. Кстати, Пулковская обсерватория была полностью уничтожена в 1938 году. Ну, он смог выжить, смог вернуться к активной науке. Ну, значит, в чем стоят его идеи? Что наряду с электромагнитным и гравитационным полем имеется еще одно поле, которое он предложил назвать полем времени. Ну, я вот, когда мы общались, между нами, конечно, очень большая разница возраста была, но, тем не менее, профессионально все-таки мы говорили. Я ввел термин хроноинформационное поле. Козырев, в первую очередь, интересовался проблемами астрономии. И, согласно его взглядам, есть некое еще поле, через которое мгновенно передается информация в пространстве. И которое является основой для энергетической подпитки Вселенной. Именно это поле опровергает гипотезу о тепловой смерти мира. И это поле преобразуется в энергию горения звезд. В звездах работают не термоядерные реакции, а какие-то иные. Какое-то иное поле подпитывает звезды. Ну, если говорить о работах, которые уже были стимулированы Козыреву, но были выполнены более позднее время, в том числе и мной. Они наводят на мысль о том, что это поле в крупных объектах Вселенной преобразуется в энергию, обеспечивая горение звезд. В более мелких объектах преобразуется в массу. И именно это поле приводит к тому, что Земля постоянно растет. Это вот тоже интересный факт, который объясняют многие моменты. Со скоростью за 100 миллионов лет примерно в два раза увеличивается размер Земли. Это, кстати, объясняет размеры динозавров, которые при современной силе и тяжести не могли бы существовать вообще. Но это, так сказать, к слову, еще один интерес, на который натолкнуло исследование снежного человека. Ну, вот теперь позволю, собственно, перейти к одной из теорий, которая объясняет сущность этого объекта. Современная философия признает три формы существования материи. Не биологическая, но это почти вся Вселенная, биологическая, представленная биосферой, и социальная, представленная ноосферой. Но вот я предполагаю, и мои коллеги со мной согласны, что есть еще одна, четвертая форма организации материи, которую я предлагаю назвать психофизической. И вот это, значит, картинка, которая, на мой взгляд, позволяет несколько приблизиться к пониманию сущности этого объекта. Что такое человек разумный? Человек разумный – это социально-биологическое существо. То есть, с одной стороны, мы являемся голыми обезьянами, вот мы относимся к животному миру, с другой стороны, мы отличаемся от животного мира тем, что наряду с биосферой мы входим в ноосферу, сферу социальной активности. То есть, наша сущность двойственна. Ну, при этом мужчина, как авангард эволюции, социально-биологические существа, а женщина, как авангард эволюции, биосоциальные существа. Вот это объясняется, идея эта в свое время предложена была моим старшим другом московским, Вегеном Артоваздовичем Геодокяном, удающимся ученым. Вот она получила определенное развитие. На человек социально-биологическое существо. Животные являются биологическими существами, но в зачатках имеют некоторые социальные формы организации. Но, по-видимому, это далеко не исчерпывает всю сущность существования нашего мира. Существует еще одна форма, которая связана с тем, что можно называть хроноинформационное поле, к которому периодически мы подключаемся. Ну, у людей, иногда у каждого из нас бывают в жизни предчувствия, которые иногда сбываются, но поскольку мы не владеем этим аппаратом, мы не можем активно пользоваться нашими предчувствиями. У животных это все гораздо сильнее. То есть, по-видимому, животные могут подключаться к этому полю. И одна из позиций теории Козерова стоит в том, что прошлое, будущее и настоящее существуют одновременно. Между ними возможна передача информации, но она идет в размазанном виде. То есть, мир, которым все можно предсказать, естественно, не может существовать. Соотношение Гайзенберга пока что физика не отменяет. Но чем мощнее энергетический выброс, тем сильнее, тем больше возможность предсказать будущее. И это свойство, подключение к этому полю у нас выражено в слабой степени, в значительной степени мы его потеряли в ходе нашего эволюционного прогресса. У животных оно выражено сильнее. Но существует еще один биологический вид, вот тот же самый снежный человек, который постоянно подключается к этому полю. И за счет этого он становится практически неуловимым. Хотя он оставляет реальные следы, реальные погрызы, извините, какашки оставляют. То есть, это ясно, что это примат, который подчиняется законам генетики. Но он настолько четко ориентируется в информационном пространстве, настолько активно подключается к нашему мозгу, что встретиться с ним практически невозможно. И встреча происходит тогда, когда он этого желает. Ну, известно, что у животных то же самое есть. Любой охотник скажет, насколько трудно застрелить зверя. А если охотник нацелится на конкретную особь, то застрелить ее бывает практически невозможно. Потому что животных есть. Это поле дает основу того, что называется телепатия. И того, что это передача в пространстве информации. И того, что называется проскопия, то есть предсказание будущего. Ну, Николай Александрович Козырев, кстати, вот рассуждал много о межзвездных инопланетных цивилизациях, цивилизациях на других звездах. Ну, и говорил о том, что с помощью радиоволны их искать бесполезно, потому что какой смысл переговариваться, когда радиоволны летят годы, десятки, столетия. Наверное, высшие цивилизации просто находят другой информационный путь. И вот один из этих вариантов – это охранное информационное поле. Которое, к тому же, обладает и некоторыми определенными энергетическими свойствами. То есть, снежный человек – это существо, которое соединяет биологическую основу с психофизической. Ну, зачатки есть социальной активности у человека, у самого снежного человека. Но биологическим законам оно тоже, так сказать, подчиняется. Ну, если вы посмотрите эту схему, то вы увидите, что, значит, справа у меня человек разумно изображен, слева изображено место снежного человека. Ну, внизу я поставил вопрос, вопрос, возможно ли соединение социального с психофизическим без биологической основы. Этот вопрос, вообще говоря, очень связан с идеей, существует ли Бог. И, может быть, исходя из этой схемы, мы можем поставить какой-то корректный эксперимент, который покажет, существует он на самом деле или нет. Я атеист, Бога не верю. Ну, я, безусловно, считаю, что есть какие-то закономерности, которые стоят выше нашего понимания. И многое из того, что существует в мире, допустим, устройство биосферы или, скажем, генетический код, их появление нельзя объяснить без подключения каких-то высших сил. Эта проблема, возможность существования еще одного поля, она тесно связана с решением очень многих серьезных задач, но известно, скажем, что животные, которые, по-видимому, подключаются к этому полю, в более слабой степени, чем снежный человек, они могут предсказывать в какой-то степени мощные энергетические выбросы. Ну, я несколько раз бывал в Юго-Восточной Азии, и мне рассказывали о том, что когда в 2004 году на эти страны обрушилась страшная цунами, погибло где-то до 700 тысяч человек. Вот, это огромные потери, и от стихийных бедствий гораздо больше, чем от коронавируса погибает. Но что интересно, животные практически не погибли. Слоны с трубным ревом убегали в горы перед цунами, собаки срывались с поводков там и так далее. То есть у животных чутье на большие выбросы энергии существует. Ну, что-то подобное, вот мы имели место, могли, так сказать, получать информацию и в Помпеях. Ну, историю Помпеи все, конечно, знают. В Соре мы спокойно моим папочкой там были, общались с местными археологами. И нам сказали такой интересный момент. Там найдено остатки 14 тысяч человек, но практически не найдено остатков животных. Хотя лошадей было тогда, по крайней мере, несколько тысяч в городе. Вот, и животные, видимо, почувствовали раньше, чем люди, и убежали в безопасное место. Поэтому, так сказать, получается, что животные избегают. Ну, что интересно, есть так... Ну, это факт, в общем-то, известный. Но, вот, допустим, недавно было произведено специальное исследование по материалам Великой Отечественной войны. Гибель конвоя в Северных водах, в Северном Ледовитом океане. И оказалось, что когда крысы убегали с корабля, действительно корабли после этого тонули. То есть, это достоверно подтвержденный, так сказать, факт, известный. И то, что самолеты, которые разобьются, обычно недополнены. То есть, у людей тоже это способность в какой-то степени бывает. Но, что еще более интересно, ну, есть такая точка зрения. Это, в общем-то, факты известные, что животные чувствуют инфразвуки перед катастрофой. Но, недавно, опять же, были рассекречены данные по ядерным испытаниям. И оказалось, что перед взрывом атомной бомбы животные покидают территорию полигона. Даже всем Палатинске рассказывали о том, что перед атомной бомбой даже скорпионы вылезают из нор и панически убегают из опасного места. Вот тут уж никаких инфразвуков нет. Взрыв атомной бомбы – это военная тайна. А животные это военная тайна, каким-то образом чувствуют. Ну, я пытался этой проблемой заинтересовать Министерство по чрезвычайным ситуациям, которым меня натолкнул снежный человек. Некоторое время там работал, после чего меня оттуда скандалом выгнали. А потом мне объяснили, что Министерство по чрезвычайным ситуациям – это коммерческая структура, которая делает деньги на устранение последствий катастроф, а предсказывать катастрофы никак в их обязанности не входит. Чем больше катастроф, тем лучше. И вот еще один прибор, значит, который я сделал, очень простой. Прибор, который в какой-то степени предсказывает выбросы энергии. Но сейчас очень перед грозами он у меня работает. Эти исследования, они, конечно, могут очень многое, очень многим богатить человечество. Но я просто позволю себе заметить, что занятие изучением хроноинформационного поля, которое мы можем выйти через данные о снежном человеке, оно наталкивает достаточно серьезные противодействия. Потому что, по мнению Козырева, в конечном итоге именно этой дорожкой можно было выйти на понимание механизма горения звезд. Если мы на это выйдем, то человечество повысит свою энерговооруженность во много-много раз. Но, извините, это же очень многим не нужно. Как недавно сказал Гутереш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в настоящее время основные половины мировых финансов сосредоточило в своих руках 26 человек. Это не миллионеры, не миллиардеры, это триллионеры. И в значительной степени их триллионные стояния основаны на завышенных, чудовищно завышенных ценах на нефть и газ. Ученые из Губкина в Москве показали, что бензин можно спокойно продавать 2 рубля литра. Это уже полностью окупит. Технология разработана, нефть и вот так на земле, но миллиардерам нужно создавать свои стояния, поэтому они препятствуют развитию любых других технологий, препятствуют развитию науки в целом. Ну что сейчас мы видим, когда наука просто разваливается. Вот, с тем, чтобы не было риска вот этим вот неправедным миллиардным стоянием. Но это далеко не ограничивает те теоретические подходы, которые существуют к пониманию снежного человека. Еще одна теория, которая, как мне представляется, может быть достаточно интересна для рассмотрения сущности этого объекта, это теория видов экологических напарников. Дело в том, что согласно представлениям экологии, в одной экологической нише может находиться один вид. Эта идея предложена итальянским математикам Вольтера, экспериментально подтверждена советским экологом Георгием Францевичем Гаузе. Называют это закон Гаузе и закон конкурентного исключения. Ну, действительно, в биологии, в природе, в живой, самая жесткая борьба идет не между паразитом и хозяином. Паразит не может до конца истребить хозяина, тогда ему будет нечем питаться. Не между хищником и жертвой. Если хищник сожрет всю жертву, он сам подохнет. А между видами, конкурирующими за одну и ту же экологическую нишу. Дело в том, что вообще, на самом деле, эволюции периодически разные виды попадают в одну экологическую нишу. И это всегда приводит к стремительному ускорению их эволюции. И вот в ходе эволюции человека, по-видимому, такие коллизии возникали неоднократно. На всякий случай, палеонтологические данные свидетельствуют о том, что в эволюции человека четко было видно две линии основные. Биологическая и социальная. То есть одна группа наших предков эволюционировала, наращивая силу мышц, по-видимому, совершенствуя органы чувств, возможную эксцессорику. Другая ветвь эволюционировала, опираясь не столько на силу своих мышц, сколько на силу своего разума. Мы очень много потеряли по сравнению с животными. Ну, я вот работал с обезьянами, знаю, настолько это сильные существа, насколько мы деградировали по отношению к ним. Ну, скажем, шимпанзе при массе 50 килограмм обладает силой четырех мужчин. Это маленькая мартышка, когда я с ней имел дело, мне казалось, что я имею дело с существом, близким мне к физической силе. То есть мы потеряли многое, зато приобрели интеллектуальную силу. И вот эволюция человека в значительной степени – это была конкуренция двух утвей. И очень часто в одной и той же экологической нише оказывались близкие виды наших предков. И вот тогда вот эволюция многократно ускорялась. То есть мы шли по пути прогресса, а кто-то вот огромный, волосатый, подталкивал нас взад ногой по пути социального прогресса, пока не вытолкал, наконец, в ноосферу, не поднял нас до космических высот. Если бы не было конкуренции с другим существом за то право быть вершиной эволюции на Земле, то, по-видимому, наша эволюция шла бы намного медленнее. Это общий закон существования биосферы, что всегда есть какие-то дополнительные виды. Ну, поэтому известно, что виды, как правило, не исчезают, и когда какая-то экологическая ниша освобождается, ее сразу занимает тот и другой. Ну, я вот в свое время написал такую антиутопию, где я рассмотрел возможность исчезновения человечества. Но показалось, что если человечество исчезнет, наше место немедленно займет снежный человек. Свято место пусто не бывает, и вроде не может быть свободных экологических ниш. Это один из механизмов устойчивости биосферы. То есть вот теория видов экологических напарников. Я считаю, что это теория, которая достаточно конструктивна и работоспособна для решения многих экологических задач. И еще одна теория, которую, в общем-то, я создал в известной степени, которая как-то объясняет существование этого вида. Это теория скрытого экологического резерва, или того, что я называю биосферный депозитарий. Ну, в свое время римский клуб предложил еще до мифа о коронавирусе идею о глобальном экологическом кризисе, о том, что идет сокращение разнообразия, необратимое разрушение биосферы. На самом деле ничего этого не происходит. И еще в начале XX века гениальный русский ученый Вернадский показал, что биосфера является предельно устойчивой структурой. И одна из основ ее устойчивости – это и виды напарники, и то, что я называю скрытый биосферный резерв, биологический депозитарий. Виды являются, виды можно расклассифицировать на три категории. Виды доминирующие, которые определяют положение экологической системы. Ну, скажем, под Москвой, там, среди деревьев, там, березы и так далее. Вот, среди животных, ну, скажем, там, волки, лисы, бобры распространенные. Есть редкие виды, ну, скажем, рысь – редкий вид, а есть виды скрытые. Также к астрономам какие-то звезды видят свои телескопы, какие-то не видят. Также экологи какие-то виды могут идентифицировать, какие-то виды они просто пропускают. Ну, в общем-то, когда мы гуляем по лесу, все-таки обычно животных-то не очень видно. Они стараются избежать встреч человека. Есть огромное число вот этих вот скрытых, малозаметных видов, которые обеспечивают несокрушимую устойчивость биосферы. Это положение, которое, вообще-то говоря, распространяется не только на видовое разнообразие. Всегда есть набор запасных решений, то, что я называю биологическим депозитарием. Ну, скажем, на молекулярном уровне известно, что большая часть наших генов, они не работают. Непонятно, зачем они существуют. И иногда гены молчат миллионы, десятки миллионов лет. Но это вот скрытые программы, которые включатся, если биологический вид начнет вымирать. А я глубоко убежден, что достоверных свидетельств о исчезновении хотя бы одного биологического вида мы не имеем. Виды просто сокращают свою численность до такого величины, при которой их трудно увидеть. Ну, также вот и гены, и запасные гены, которые при необходимости включатся в дополнительную программу. Это есть на уровне организма. Ну, как у нас, скажем, вот возможность телепатии, она где-то существует, где-то запрограммирована, но она практически не используется. Или, скажем, возможность подать зимнюю спячку. Некоторые животные постоянно впадают в зимнюю спячку. Мы можем впадать. Есть литургический сон. Очень редкое явление. Но программа-то где-то существует, она работает. И вот я считаю, что снежный человек – это как раз такой элемент вот этого скрытого депозитария, который позволяет в любой ситуации сохраниться жизнью на Земле. Даже если мы исчезнем как биологический вид, ну, в какой-то степени я вот этот вариант рассматриваю в этой книге. Ну, даже вот сейчас человек включает защитные механизмы. Ну, скажем, этот миф о коронавирусе привел к резкому росту смертности в стране от сосудистых заболеваний. Но в январе-то будет, простите, бэ-бэ-бум, потому что самоизоляция привела к тому, что детей-то будет больше. То есть система-то гомеостатична. Уже абортов стало очень много, а все равно система выживет. То есть биологические системы, они предельно устойчивы. И вот снежный человек – это, я считаю, один из элементов, который обеспечивает устойчивость жизни на Земле. Ну, я думаю, что, значит, на этом нужно постепенно сворачиваться. И, значит, в заключение я хочу еще раз поблагодарить всех за внимание, обратить внимание на также мою книгу. Но если есть время для ответа на вопросы, то с удовольствием отвечу. Так что большое спасибо. Да, поблагодарим. Субтитры сделал DimaTorzok